всем привет радио шоп хочу поделиться с вами опытом использования шлифмашины от интертул это одна из самых дешевых вообще шлифмашин и в нашем магазине это самое дешевое эта модель шторм вт 05 43 стоит она 900 гривен по характеристикам она довольно средненькая у нее потребляемая мощность 430 ватт количество оборотов от 6 до 12000 они регулируются и частота колебаний 26000 колебаний в минуту вот именно по колебаниям она принципе лучше всех остальных по цене от 500 до 1000 гривен то есть в остальных либо очень большая мощность тогда можно создать больше колебаний либо они намного слабее комплектация здесь стандартная есть гарантийка есть тестовый круг шлифовальный восьмидесятка есть запасные щетки что интересно на всех шлифмашинах интертул добавляет щетки а если брать какую-то другую технику щетки будут дополнительные в комплекте не обязательно если вы посмотрите одно-два видео назад где я раскрывал распаковывал циркулярку вот в циркулярке хотя она дороже щеток запасных нет тоже можно сказать о недорогих дрелях и перфораторах там не обязательно будут дополнительные щетки визуально в принципе модель достаточно примитивная есть много производителей который делает такую же модель я лично нашел лекс она очень похожа на интертулов скую и нашел еще такого производителя как борт модель без 430 она идентичная интертулов но при этом стоит немного дороже там на 100 200 гривен зависимости от продавца здесь присутствует и нагнетание пыли пылеуловитель то есть есть мешок и есть принудительное нагнетание пыли в этот мешок можно подключить через тоже отверстие пылесос будет собирать еще лучше но если нет возможности подключить пылесос то пыль не будет сложиться на рабочее пространство будет выдуваться в пыли сборник если посмотреть более ранее мое видео про прямую шлифмашину которую я уже упоминал там нагнетания не было был тоже пылеотвод но забирать пыль должен пылесос то есть принудительного нагнетания пыли самой машинкой там не был я всегда отмечаю не слишком хорошее качество кабелей который интертул оснащает свои дешевые модели но в этой шлифмашины все хорошо здесь хороший длинный кабель относительно длинный до розетки его в принципе должно хватать но если работать в цеху то естественно нужен уже либо заменять кабель либо нужно пользоваться удлинителем хорошая прямая розетка не погнутая прямые коннекторы то есть тут все именно вот с кабелем все отлично как ни странно потому что у интертула не всегда так кабель гибкий есть защита от перелома что не характерно для этой ценовой категории в принципе машинка тяжелая почти 3 килограмма 2 800 заявленный производителем но из-за того что она не слишком мощная она довольно тихая так звучит машина в помещении 2 на 2 но если помещение будет больше либо вы работаете с открытым выходом на улицу то работать будет значительно приятней есть какие-то наушники для защиты от шума покупать здесь не придется к чему еще нет нареканий совсем это подошва данной шлифмашины диаметр как я сказал 125 миллиметров липучка здесь ровная одинаковой высоты она очень хорошо цепляет круг круг не смещается вот этой соткой которая сейчас распаковывал я работал две недели он у меня стерся практически в ноль кое-где даже посыпался но смещение было миллиметра на 2 то есть это очень хороший показатель если берешь дешевую шлифмашину с дорогими и не знаю я так долго не работал но если выбрать самый дешевый по 500 гривен там круг ты поменял один раз все он уже второй раз не цепляется на подошву здесь такого нет если круг совсем совсем не стерты когда он стирается уже в ноль да конечно его трудно снять и поставить обратно тогда уже начинает проявляться смещение если круг более-менее живой он нормально сидит он не смещается и можно легко работать в качестве теста просто покажу вот у меня рейка ее порисовали дети это фломастер обычный фломастер прямая шлифмашина соткой не смогла шлифануть рейку так чтобы стесать фломастер который в текстуре дерево остался слишком сошлифовывать я не хочу я хочу просто убрать этот фломастер прямая шлифмашинка не справилась полностью у нее кстати кривая подошва видео про эту шлиф машину прямую это показано посмотрим как справится эксцентриковая машинка а Стартовать одной рукой достаточно трудно. Я напоминаю, эта машинка почти 3 кг весит. Более дорогие машины весят намного меньше. Там до 2 кг, либо до 200 кг максимум. Хорошо собирает пыль. Пыли осталось совсем мало. Вся остальная пыль ушла в мешок. То есть она собрана. Мешок держится, конечно, очень плохо. Его надо все-таки либо добавлять ему еще одну прокладку, либо просто чем-то наращивать диаметр той же фум-лентой. Но машинка в этом тесте со своей задачей справилась. За пару секунд обработала древесину так, что ни фломастера, никаких намеков на него нет. Подводя итоги, можно сказать, что шлифмашина свою цену оправдывает и отрабатывает на 100%. Есть регулятор оборотов, чего нет во многих похожих машинках. Даже которые визуально выглядят точно так же. У них может не быть просто вот этой части, которая регулирует обороты. Есть ручка боковая, есть держатель позади машины, есть упор сверху. То есть держать можно как вам удобно, как удобно в какой-то конкретной ситуации. То есть по дизайну, хоть он и очень простой, претензий тоже нет. Нормальный хороший гибкий шнур, хоть и не слишком длинный, но достаточной длины. Плавного пуска за такую цену, конечно же, нет. Но если стартовать, держа машину сразу на плоскости, которую вы будете обрабатывать, то старт довольно легкий. Вообще за два месяца работы я каких-то явных косяков не заметил. Машиной можно работать по 6-8 часов в сутки, греться она не будет. То есть эту модель можно смело рекомендовать к покупке, хоть она и находится в самом низшем ценовом диапазоне. На этом у меня все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok